Привет, друзья! Премиальный бренд Zikr, созданный Джили для международного рынка, представил свой первый полностью электрический седан Zikr 007, и уже скоро он будет доступен для заказа. Внешне электрокар получился достаточно интересным продуктом. Передняя часть автомобиля украшена массивным световым элементом, имитирующим переднюю оптику. В компании утверждают, что это первый серийный автомобиль в мире с таким дизайном передней части. Сам силуэт автомобиля очень напоминает своими формами лифтбэк, что добавляет определенного лоска новинке. Из особенностей, 007 предлагает стеклянную панораму с наносеребристым покрытием для затемнения, а также в новинке используется первое в отрасли заднее стекло со встроенной теплоизоляционной пленкой для затенения и улучшенной теплоизоляции. Новинка базируется на платформе PMA 2+, работающей на 800-вольтовой архитектуре. В длину автомобиль достигает 4 метров и 86 сантиметров, в ширину 1 метра и 90 сантиметров, а колесная база составляет 2 метра и 92 сантиметра. На данный момент Zikr заявил об одной силовой установке с одним электромотором мощностью в 204 лошадиных силы и крутящим моментом в 350 ньютон-метров. С такой силовой установкой седан разгоняется от 0 до 100 за 6,5 секунд. Для полной зарядки ему требуется всего 30 минут, правда размер батареи в компании тоже не раскрывают, как и интерьер новинки. Все, что известно, что автомобиль может похвастаться наличием аж трех лидаров, а за их работу отвечает чип Qualcomm Snapdragon 8295. А теперь немного интересного. Дизайн Zikr 007 был разработан Стефаном Зилафа. Этот парень провел большую часть своей карьеры в Ауди, а также некоторое время работал в Mercedes-Benz. Именно он приложил руку к созданию Audi A1 и Audi A7. Так что не удивляйтесь, почему у Zikr 007 такой сдержанный и в то же время нехарактерный дизайн для китайского автопрома. Более трех лет прошло с тех пор, как BMW впервые представила свой новый язык дизайна, со смелым и в чем-то даже авангардным взглядом на типичный образ автомобиля. Началось все с новой четверки, потом BMW X7 и вот черед дошел и до семерки. Я думаю, мне не нужно вам рассказывать, сколько споров такое решение побудило среди поклонников и клиентов компании по всему миру. Но так ли плохо обстоят дела у компании с новым дизайном? Компания Jato Dynamics решила разобраться в этом и выяснила кое-что интересное. Начнем с четвертой серии и ее спорных больших ноздрей. Этот график показывает соотношение продаж новой четверки BMW с ее главными конкурентами – C-класс и Audi A5. Судя по всему, речь идет о стареньком C-класс-купе. Новый CLE в этот график не был включен, так как модель только начала продаваться и по ней нет еще никакой статистики. В прошлом 2022 году BMW продала 146 200 единиц текущей четвертой серии во всех ее ипостасях. Если сравнить этот показатель с 2021 годом, станет ясно, что в 2022 году BMW продала на 87% больше четвертой серии, чем в 2021 году. На сегодняшний день семейство четвертой серии – это шестой по популярности продукт компании. И это впечатляет. Теперь давайте обратим свой взор на еще один спорный продукт с точки зрения дизайна. В ноябре 2020 года немцы представили электрический BMW iX. Новинка вызвала еще больший хаос среди почитателей бренда. Трудно было поверить, что такой автомобиль ждет успех. Но, как я обычно говорю, рынок всех рассудит. С iX именно так и случилось. Если верить статистике Jato Dynamics, iX намного лучше продается своих прямых конкурентов. За первую половину 2023 года BMW удалось продать 15553 электрических кроссоверов. Для сравнения, Audi Q8 Metron разошелся тиражом в 9405 машин, а Mercedes EQE SUV и вовсе показал результат 4027 машин. Самое интересное, что у громоздкого BMW XM с его экстраординарными пропорциями, напоминающими бегемота, ситуация обстоит ничуть не хуже. Автомобиль пользуется бешеной популярностью в США и за первое полугодие 2023 года разошелся тиражом в 15550 машин, что очень круто, учитывая стоимость данного автомобиля. Единственная позиция, где BMW прогадал – это новая «семерка». Отставание от Mercedes S-класс достигло критической точки в 2,5 раза, и всего на сентябрь 2023 года компании удалось реализовать 24 тысячи семерок. Так что компания готовится в скором времени представить рестайл флагмана. Как это скажется на общих продажах в конце года, мы узнаем уже в следующем году, когда компания отчитается о своих достижениях. Пока же у BMW идет все очень и очень неплохо. Австрийская компания AWL, славящаяся своими разработками в области водородных силовых установок, в этом месяце представила полностью рабочий прототип двухлитровой турбочетверки, работающей на водороде. Компании удалось решить главную проблему всех водородных ДВС, которая кроется в слишком бедной топливной смеси, из-за большого количества воздуха в самой смеси, что создавало определенные ограничения для постройки действительно мощных моторов. Но компании удалось обойти эту проблему с помощью прямого впрыска воды в камеру сгорания. Именно благодаря такой парадоксальной, на первый взгляд, интеллектуальной системе впрыска воды, которая впрыскивается в канал подачи воздуха, инженерам удалось предотвратить преждевременное воспламенение горючей смеси и довести соотношение воздуха и топлива в камере сгорания до идеального по меркам водородного топлива. На выходе компании удалось создать двухлитровый гоночный турбомотор мощностью в 410 сил при 6500 оборотов в минуту и с крутящим моментом в 500 Нм, доступным в диапазоне с 3 до 4000 оборотов в минуту. Если вы уже представили себе, как такой мотор будет использоваться в серийных автомобилях массового производства, хочу вас расстроить. Этот мотор создавался под гоночные болиды, и он не может похвастаться таким уровнем выброса, как силовые установки на водородных элементах. Так что нет, это не убийца электрокаров. Друзья, а перед тем, как мы закончим, я хотел бы вам напомнить о своем втором музыкальном канале, где я публикую свою авторскую музыку. Если вам это интересно, переходите по ссылке в описании и присоединяйтесь. А у меня на сегодня все, так что не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые ролики. И не забывайте о странице в инстаграме, доступной по ссылке в описании. Всем удачи и до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok